70 лет назад в Бресте появилась первая промышленная матрешка. Маленькая символическая игрушка настолько полюбилась людям, что со временем именно она была основной поделкой, которую производили на Брестской фабрике сувениров. Брестская матрешка стала завоевывать популярность на всех континентах. Но вот у самого производства дела шли не так хорошо. С развалом Советского Союза предприятие сбавило обороты и, возможно, ушло бы в небытие, если бы не чудесное стечение обстоятельств. Производственную эстафету Брестской сувенирки подхватили на предприятии Вивитрек. У Владимира Вострикова всегда было желание заниматься своим делом. Изначально оно не было связано с производством матрешек. Но рано или поздно мысли все равно возвращались к этому ремеслу. А все дело в том, что его мама, Алла Вострикова, порядка 25 лет занималась росписью матрешек на Брестской фабрике сувениров. Мы продолжатели Брестской фабрики сувениров. В 2020 году фабрика перестала существовать. Я работал как ИП, занимался продажей матрешек за границу. Как отдельное производство. Но в 2020 году после закрытия фабрики мы решили, чтобы 70 лет истории никуда не ушло. Дать новое вдохновение. И вышли с проектом Брестская фабрика сувениров на белорусский и российский рынок. На предприятии трудится 60 человек. Это станочники, токари, художники, дизайнеры, специалисты по сбыту. Воссоздан весь производственный цикл. От деревянной доски и готовой расписной кукли. Одной из неизменных и важных составляющих производства – качественный материал. Для этого используются специальные заготовки. Традиционный материал, из которых делают матрешки – это береза, ольха, либо осина. Материал должен быть хороший, без сучков, без сердцевины. Это уже на распиловке материала непосредственно выпиливаются сучки и сердцевины, гниль. И все, и уже хорошие заготовки, вставляем в станок и получается. Станки немецкие. На них изготавливаются заготовки для матрешек, брелоков и шахмат. В среднем, отмечают специалисты, получается произвести до 800 заготовок в день. В размерном ряду – до 7 матрешек. Обычно каждый размер идет на изготовление партии. Самую большую матрешку, которая вбирает в себя всех остальных, токари изготавливают вручную. После изготовления формы идет роспись изделия. Выпускается порядка 200 моделей матрешек. Многообразие тем объединяет сказки, кинематограф, народные традиции и многое другое. И каждая расписывается вручную. К слову, сейчас на предприятии работают как молодые художницы, так и те, кто трудился на обрезкой фабрике сувениров не один год. В заготовке нам поставляет предыдущий цех, деревообработка, токаря, который тоже ручной труд есть, и у нас есть механизированный труд. Поступает к нам в заготовке, просматривается, чтобы было качество какое-то, где-то дефекты, потому что не каждый увидит. Дальше мы начинаем роспись. Работаем мы акриловой краской. Лак у нас тоже на акриловой покрываем после этого лаком. Ну и вот роспись. Роспись происходит сразу, основные детали, потом прописка у нас идет. Труд довольно кропотливый, довольно усидчивость нужно иметь, терпение. Подсчитано, что выпускается порядка 50 тысяч наборов матрешек в год. Их знают не в одной стране мира. Реализация продукции идет по двум направлениям. Оптовые продажи востребованы в Японии, Франции, Израиле и США. А карты розницы – весь мир. Активно осваиваются маркетплейсы как западных, так и восточных стран. Самыми топовыми странами, куда уходит большая часть нашей продукции, это была и, мне кажется, будет США, Канада, Великобритания и Мексика. Реже встречаются такие страны, как Ганна, Каир и разные такие экзотические страны. Вместе с поточным производственным процессом соседствует и точечный ручной труд. Часть сувениров изготавливается мастером при помощи специальных инструментов. Самый популярный сюжет – белорусские зубры, но не только. В основном материалы у нас липа, самый лучший для резьбы. Инструмент, как видите, кованный или токоть, так только делает. Фигурки, какие есть заказы, такие делаем, разные в общем. От птиц до животных, зубры, лошади, совы, птички разные. Отрисовывается трафаретом, выпиливается, а дальше все, ручная работает. Потом уже мы бицуем, морим, мастичим. В общем, мы девочная работа. В планах восстановления бренда Брестской фабрики сувениров не только в матрешках, но и в инкрустации соломкой, а также шахмат. К слову, непосредственный дизайн этой игры очень узнаваем. За время работы в фабрике был выработан свой стиль, где каждая фигурка, а также доски, изготавливаются вручную. На полсотни досок уходит порядка двух-трех недель. Начинаем с закупки материала. Материал мы закупаем уже напиленной рейкой. Потом он режется на размеры, которые нужны. Размеры эти запиливаются на угол под 45. Потом клеится каркас у нас. Там вот предоставлены каркасы. Потом крышка-донышко клеится на него. Они распиливаются по кругу, торцуются. Ну, выравнивается полностью вся поверхность, чтобы одинакового размера была. Потом фрезеруются под петли. Прибиваем петельки, обклеиваем, обшиваем материал, красим, клеим, наклеечку, лакируем это все. И все, готовая шахмата. Для того, чтобы традиция брестской фабрики сувениров жила, на предприятии проводят мастер-классы по росписи этой игрушки. И такие художественные встречи пользуются своей особой популярностью. Приходят к нам и взрослые, и детки приходят. Нет, со школы. У нас еще есть выездные мастер-классы. Дети и взрослые получают от этого, оказывается, такое огромное удовольствие. Нет, они сами выбирают краски, какие им лучше нравятся. Ну, вообще-то мы рисуем классику матрешку, но они что-то еще свое. Еще на предприятии есть свой небольшой музей, где центральный экспонат – это матрешка Маша. Она путешествует по миру и активно зовет с собой, для того, чтобы брестскую матрешку знали во всех странах.